Бизнес-омбудсмен высоко оценил созданный в регионе фонд развития промышленности. Он позволит выдавать кредиты под сниженный процент для тех, кто работает в реальном секторе экономики. Для нашего региона свойственно, что в структуре малого-среднего бизнеса 60% занимает в основном торговля и услуги. Тем не менее, мы пытаемся сделать все, чтобы развить реальный сектор экономики. Нам сегодня принципиально важно, чтобы мы все-таки двигались от услуги торговли к конкретным отраслям промышленности, к конкретной переработке. Но самая серьезная проблема для нашего региона – это дефицит энергоресурсов. Сегодня нет необходимости говорить о дальнейших способах развития малого-среднего предпринимательства, если мы не решим проблему дефицита энергоресурсов. При вашей поддержке нужно кардинально перестраивать взаимоотношения естественных монополий, энергоснабжающих ресурсов, снабжающих организаций в сторону все-таки малого-среднего бизнеса. Проблема, которую вы сказали – электроэнергетика, тарифы естественных монополий, проблема подключения к сетям – для нас в разговорах с предпринимателями выходили на первый план. Поэтому здесь мы должны работать тоже вместе. Мы объехали даже сегодня только уже несколько мест в Краснодарском крае. Могу сказать, что по сравнению с другими регионами Кубань чувствует себя лучше, чем все остальные. И малый бизнес, и более крупный бизнес. А что еще лучше – на 41% за последние пять лет увеличилось количество высокопроизводительных, современных рабочих мест. То есть идет модернизация производства. Сегодня доля малого и среднего бизнеса в валовом продукте Краснодарского края достигает 33%. На Кубани этот показатель намерен увеличить до 50%. Помочь в этом в качестве уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов готов лично. Тем более, что бизнес-омбудсмен решил переехать в Краснодарский край и получить прописку в Новороссийске.